Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 36 по 43. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродиакона Отца Александра. Во время Он, пришедшему Иисусу в дом, и приступивши к Нему ученицы Его глаголюще, скажи нам притчу плевел сельных, Он же отвечав рече им, Сейвы добрые семья есть Сын Человеческий, а село есть Мир. Добрые же семья сии суть Сынове Царствия, а плевелы суть Сынове Неприязнений. А враг Сейвы их есть Дьявол, а жатва кончина века есть, а жатели Ангели суть. Яко же оба собирают плевелы и огнем сожигают, так обудет вскончание века сего. После Сын Человеческий Ангелы Своя и соберут от Царствия Его все соблазны, и творящие беззаконие, и вергут их в печь огненную, то будет плач и скрежет зубом, тогда праведницы просветятся, и это солнце в Царстве Отца их, имей уши, слышать и дослышит. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к Нему, ученики Его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир». Доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны Лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва – есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет в Сын Человеческие ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их, кто имеет уши слышать, да слышит. После того, как Господь отпустил народ, ученики Его приступили к Нему с просьбой разъяснить притчу о плевелах. Две прошлые притчи о горчичном зерне и закваске были понятны ученикам как более ясные. Эта же притча имела страшную угрозу относительно кончины, что и смущало апостолов. Тогда Господь изъяснил смысл притчи в следующих словах. «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это Сыны Царствия, а плевелы – Сыны Лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва – есть кончина века. А жнецы – суть ангелы». Смысл притчи предельно ясен. Ученики же Христовы ожидали, что с пришествием Господа в мир наступит суд и завершится противостояние между добром и злом. Тогда же, по их мнению, совершится полное разделение, и судьбы сынов Царствия и сынов Лукавого совершенно определятся. Спаситель же говорит о том, что все это будет лишь при кончине века. Ефимий Зигабен поясняет, «Сынами Царствия называются соблюдающие правую веру, так как они посеяны Царем Христом, чтобы произрастить добродетель, и должны будут наследовать его царство. Сыны же Лукавого – еретики, так как они посеяны дьяволом, чтобы произрастить зло, и должны равным же образом наследовать уготованный ему огонь». Говоря о наказании, ожидающем сынов Лукавого, Спаситель указывает, «Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Сожжение в огненной печи было известно слушателем Христа из книг Ветхого Завета. Так Иуда, сын Иакова, осудил на сожжение свою невестку Фомарь. Давид бросил в обжигательные печи покоренных им жителей города Раввы. Навуходоносор велел бросить в раскаленную огнем печь Анания, Месаила и Азария, не поклонившихся золотому истукану. Борис Ильич Гладков отмечает, «Вообще у народов Востока сожжение живьем было одним из обыкновенных способов смертной казни, и казнь такая была самой ужасной и мучительной. Поэтому Господь, говоря о страшном наказании грешников в будущей вечной жизни и желая наглядно представить своим слушателям их судьбу, указал на казнь в огненной печи, как на некоторое подобие того, что их ожидает, если они не покаются, и не возродятся к новой жизни». Но как становится понятно из слов Спасителя, Он, не трогая до времени плевелы, являя свое бесконечное милосердие и не позволяя истребить еретиков, чтобы вместе с ними не пострадали и не были уничтожены и праведные. Блаженный Феофилакт пишет, «Что должно было сказать, то сказано выше. Ибо мы сказали, что здесь идет речь о ересях, которым позволено быть до конца мира. Если мы будем убивать и истреблять еретиков, поднимутся раздоры и войны, а при раздорах и многие из верных, может быть, погибнут. Но и Павел, и разбойник были плевелами, прежде чем уверовать. Но и они не были истреблены в то время, ради имеющей произрасти в них пшеницы. Ибо в последующее время они принесли Богу плод, а плевелы пожгли огнем Святого Духа и пылом своей души». Что же касается праведников, то Господь указывает, что они воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Так как солнце кажется нам сияющим ярче всех звезд, Господь сравнивает славу праведников именно с ним. Блаженный Иероним Стрейдонский замечает, «В настоящей жизни свет святых сияет пред лицом людей, а после кончины мира праведники просияют, как солнце, в царстве Отца своего». Строки сегодняшнего евангельского чтения повествуют о тех мучениях, которые ожидают нераскаянных грешников, и о той блаженной участи, которая ожидает верных Богу и исполняющих Его волю. Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что каждому человеку Господь предоставляет возможность покаяться и спасти свою душу. Для этого нужно лишь возрастить в сердце зерно Духа, которое Божественный Спаситель посеял в нас хрещением и евангельским учением. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...